Маленький, уютный город с численностью 11 тысяч будет иметь объект инфраструктуры крупного города. Полностью улица Металлургов будет благоустроенная, комфортная, с дорожками, с освещением. Появится новый, современный, отвечающий всем требованиям микрорайон. В городе, в принципе, за всю его историю никогда не было центральной площади. Вот буквально уже в этом году она появится. Я никогда бы не подумал, что это может происходить в нашем городе. Карабаш – небольшой город в Челябинской области, который сейчас переживает свое второе рождение и выходит в лидеры Южного Урала по экономическому, промышленному и социальному развитию. Каким образом удалось этого добиться? Сегодня мы поговорим с главой Карабаша Олегом Будановым. Олег Геннадьевич, спасибо, что нашли время. Добрый день. Слушайте, я бы хотел начать с такого небольшого вопроса, который буквально вчера у меня возник. Правда, что в Карабаше сейчас даже квартиру сложно снять? Да, безусловно, так и есть. У нас на текущий момент в городе реализуются три крупных объекта общей стоимостью 300 миллионов рублей. Безусловно, на данных объектах работают жители из других городов, даже из других субъектов нашей РФ. Они вот в активном режиме последние полтора-два месяца искали жилье, снимали жилье. И в принципе все свободные квартиры в городе, которые у нас были под найм, они заняты. И даже люди вынуждены искать дома, квартиры в соседних городах. Мяска, Штым, Гаяш. Мы сейчас, по сути, переживаем бум приезда в наш город значительное количество людей. Было бы интересно, чтобы они у нас еще и остались, потом и прописались. Значит ли это, что отток населения, который был в Карабаше последние несколько лет, он сейчас потихоньку сходит на нет? Безусловно, это свершившийся факт, это статистика. Однозначно, последние четыре года мы фиксируем существенное сокращение в разы оттока населения. Безусловно, люди уезжают, это статистика, это реальная действительность нашей современной жизни. Из малых городов люди уезжают в более крупные, в районные центры, в конце концов люди стремятся за рубеж, либо в Москву. Но вот именно количество уезжающих людей, оно однозначно сократилось. При этом увеличивается количество людей, которые приезжают в город. Приезжают люди, возвращаются в свой родной город, в город, в котором они раньше жили, бывшие жители Карабаша. Это очень приятно, очень радует, когда с ними встречаешься, общаешься в социальных сетях. У них крайне позитивная реакция. Они уехали по разным причинам. Кто-то в силу обстоятельств, кто-то искал работу, у кого-то жизнь заставила. Но они посмотрели, из новостей узнали от друзей, от знакомых, кто остался в городе. Что происходит в городе, как он меняется. Не поверили своим глазам. Приехали, лично убедились. Многие вот именно просто после приезда решили остаться. Каким образом всего за несколько лет удалось превратить город, ну, мягко говоря, увядающий, в город активно развивающийся? Ну, безусловно, эти изменения невозможны без активного взаимодействия с городообразующим предприятием. И с компанией, которая ходит у Карабаш-Медь. Это русская медная компания. Компания присутствует в городе у нас с 2004 года. Первым объектом в социальной инфраструктуре, который был сделан в Карабаше, это наш замечательный, не побоюсь этого слова, уникальный храм Иоанна Златоуста. Постепенно развивалось предприятие, увеличивались объемы производства, увеличивались рабочие места. Безусловно, компания обращала свои взоры, свое внимание на социальную инфраструктуру, на общественные пространства. Постепенно понимал, что этому нужно уделять отдельное внимание, отдельное финансирование. За что отдельное спасибо руководству русскому медной компании, собственникам и лично Игорю Сеевичу Алтушкину. В 2016 году была разработана совместно с правительством Челябинской области стратегия ускоренного развития Карабашского городского округа, рассчитанная на 5 лет. По итогам рассмотрения данной стратегии в Сочи в 2017 году было подписано соглашение о социально-экономическом развитии, которое предусматривало инвестиции в социальную инфраструктуру города Карабаша в размере 3,5 миллиардов рублей. На текущий момент мы перешагнули экватор реализации этой стратегии, построенный в структурно-оздоровительный комплекс. В ближайшие дни ведется в эксплуатацию торговый центр. Торговый центр, насколько он был ожидаем для города? Ну, торгового центра в городе не было, в принципе, никогда. Безусловно, это точка для притяжения, это объект, который уже очень ждут люди. Знаете, мы публикуем информацию в социальных сетях, на страницах городской газеты, фотографии о том, что внутри, немножечко открывая занавес такой тайны, да, значит, что будет у нас в торговом центре, какие там объекты. Маленький, уютный город с численностью 11 тысяч будет иметь объект инфраструктуры крупного города. Это кинозал, торговый центр. Я не знаю таких объектов в нашей России больше нигде. Торговый центр, храм, фок – это все части вот как раз той новой современной городской среды, которая сейчас формируется. Да, безусловно. Мы, когда готовили стратегию пространственного социально-экономического развития, безусловно, обращали внимание на острую нехватку в городе широких, открытых общественных пространств. Ну, например, в городе, в принципе, за всю ее историю никогда не было центральной площади. Вот буквально уже в этом году она появится. Мы с вами стоим такой на верхней точке, с которой можно наблюдать за ходом строительства центральной площади. Строительство началось в том году, уже в ноябре. Вот на этой территории будет большая сцена, мы видим ее основание. На ней будут проводиться крупные, большие городские мероприятия. День города, день металлурга у нас традиционно самый, если говорить про приток населения, самый крупный приток людей в город, это день металлурга. К нам приезжают звезды, мировой, не побоюсь этого слова, величины. Две-три тысячи человек из соседних городов просто приезжают на бесплатный концерт посмотреть на звезду. Они все будут расположены аккуратно на вот той большой территории, которую у нас будет занимать центральная площадь. Также будет большая парковая зона для возможности прогулок, где у нас будет уникальный, тоже не побоюсь этого слова, объект. Это фонтан, так называемый пешеходный фонтан. По нему можно будет бегать, ходить. Я думаю, что этот объект будет отдельным объектом притяжения для жителей, так и для иногородних, которые к нам будут приезжать и просто получать удовольствие. Я такого повторюсь еще один раз, на следующий день буду это говорить. Подобного объекта в Челябинской области я не знаю. Каким образом строится взаимодействие города, области, русской медной компании? Каким образом участвуют здесь люди? Как выясняются необходимости людей в каких-либо объектах, которые сейчас возводятся? Иногда бывает инститива от компаний, иногда от администрации, иногда это жители города приходят, говорят, пишут в социальных сетях, на встречах мы обсуждаем и говорим, да, вот это вот, безусловно, основная важная какая-то потребность. Учесть мнение, интересы, желания, какие-то вопросы абсолютно каждого человека, ну невозможно. А повстречаться с значительным количеством людей, выявить основные моменты, основные интересы, то, что они считают важным. Вот это самое главное. И вот как раз реконструкция аллеи ветеранов, это вот как раз итог таких переговоров. Реконструкция, проектирование, реконструкция аллеи ветеранов, я вот думаю, что это пример диалога не только города, городообразующего предприятия и области, это пример диалога вот со всеми жителями для Челябинской области, ну и, можно сказать, даже для России. И я уверен, что нам удалось запроектировать первыми в Челябинской области победить на всероссийском конкурсе, а в этом году построить уникальный объект. Я в очередной раз за сегодняшний день говорю уникальный объект в городе Карабаше. Это будет территория для всех возрастов. Вот в правой части этой территории будет большая сцена для проведения мероприятий городского микрорайонного масштаба. Там будет посажена ель, которую мы будем наряжать на Новый год. С левой стороны архитектурно-ландшафтный объект лента времени. Он будет в виде столбиков изображен, треугольных. И на каждой из сторон этого столбика, их, по-моему, порядка 20, будет зафиксировано определенный этап, определенная веха в истории города, начиная с его основания, кончаясь современностью. Это тоже уникальный объект, который разработан, был на встрече с ветеранами, на встрече с краеведами, которые однозначно настояли на том, чтобы на территории аллеи ветеранов было что-то связано с историей города. И вот наши архитекторы, они придумали сделать это в таком ландшафтном объекте, который будет расположен на протяжении практически всей аллеи ветеранов. Также у нас будет уникальный объект детский, где будут играть детишки. Я думаю, что вам известно о том, что история города Карабаш связана не только с металлургией, но и с шахтерами, с шахтами. Поэтому у нас детская горка будет в виде небольшой шахтерской башни. Дальше часть территории у нас будет использована под спортивные объекты, для того, чтобы детишки, взрослые могли прийти, поиграть в баскетбол, поподтягиваться, поотжиматься. Также у нас будет две зоны для молодежи. Там будет место для того, чтобы молодежь современно могла комфортно, удобно провести время и уединиться. И, безусловно, будут три зоны для лиц старшего возраста, для наших ветеранов, для пожилых людей. Для того, чтобы они просто могли прийти, комфортно провести время в тени деревьев, которых здесь будет большое количество. Отдельной доминантой у нас будет предусмотрена посадка большого дуба, который со временем будет возвышаться над этой местностью. И там, надеюсь, влюбленные пары будут либо загадывать желание, признаваться в любви, может быть, делать предложения. Развитие социальной инфраструктуры, тем более такое быстрое и мощное развитие, оно невозможно без строительства, в том числе и жилья. Как с этим в Карабашиде лаптает? Многие годы строительство нового жилья осуществлялось только в рамках программы переселения жителей из ветховаренного фонда. Буквально в этом году русской медной компанией принято решение о том, что в городе появится новый, современный, отвечающий всем требованиям микрорайон медный. Мы сейчас буквально проходим мимо него. Буквально неделю назад в этом месте был расположен частный жилой дом, магазин, на прилегающей территории, к которому осуществлялась мелкая торговля. Компании на согласованных условиях земельные участки выкуплены. Ведется проектирование. В ближайшее время уже начнется строительство микрорайона медный, который будет состоять из трех домов, трехэтажной застройки на первом этажах, в которых будут расположены небольшие магазинчики, знаете, такие современные, уютные, комфортные условия. Все, что необходимо человеку, расположено в шаговой доступности. Ну и, соответственно, это все также рядышком с нашими основными доминантами, основными объектами, физкультурным комплексом, торговым центром, центральной площадью, ну и аллеей ветеранов, победителей всероссийского конкурса, лучших проектов комфортной городской среды. В 2021 году вы сказали, что вот заканчивалась как раз та пятилетка развития, которую планировали, дальше развитие Карабаша, ведь судя по темпам, вряд ли остановится? Безусловно. Я уверен, что через какое-то время, совместно с русской медной компанией, совместно с правительством, мы соберемся, подведем итоги о том, что сделано. Безусловно, проведем работу над ошибками, что нам где-то, может быть, не удалось доработать. И составим следующий план на ближайшие пять, возможно, три года, возможно, на более длинную перспективу. Потому что ряд объектов мы уже сейчас проектируем. Я, к сожалению, пока не могу раскрывать тайну, но там и социальные объекты, объекты образования, объекты культуры. Безусловно, развитие города в целом невозможно без изменения, без улучшения объектов инженерной инфраструктуры. Это объекты водоотведения, водоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения. Все эти объекты сейчас мы очень тщательно инвентаризируем, смотрим, в чем они нуждаются в улучшении, разрабатываем проектную документацию, без нее невозможно получить финансирование. Как только мы это сделаем, уверенно, это будет в этом году, на следующие 2-3 года мы будем рассчитывать на федеральное финансирование и реализовывали уже все эти объекты, наши масштабные с участием Челябинской области и федерального центра. Улица Металлургов, по которой мы идем, она входит в план на будущее или она уже в этой пятилетке будет? Центральная улица, она связывает и место притяжения, и новое жилье, и все прочее? Она изначально была в стратегии и концепции развития города. Мы долго делали проектную документацию, долго согласовывали все нюансы, и вот в этом уже в году, буквально через 7 дней, начнется ремонтная работа, одна из полос будет полностью перекрыта, начнется реконструкция тепловых камер, которые у нас расположены в разделительной полосе. Основная часть работ будет выполнена в этом году, общая стоимость 100 миллионов, 73 работы этого года, оставшиеся работы будут выполнены в следующем году, и полностью улица Металлургов, вместе с участком нового строительства, который проходит мимо ФОКа и мимо торгового центра, будет благоустроенная, комфортная, с дорожками, с освещением, с возможностью проехаться на велосипеде, прогуляться вечером, днем, в любое время. Олег Иванович, ну планы грандиозные, я вам желаю удачи, и еще раз спасибо, что нашли время. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.